В этом видео... Все нормально Я просто возбудилась Пиздец Такого мода еще не было Это ад Ди Каприо просто монстр Это уже знаком Шурмяу ТВ Канал черной кошечки Которая снимает бесконечное лето Бихольдер и новеллоподобные Игры, ребята Если вам надоели эти мужские каналы Эти мужские прохождения заходите на женский канал Ссылка в описании А я сделаю вот это И, ребят, давайте под вот этим роликом Чудо под роялем напишем мяу Наш не знает, что мы это придумали Ссылка в описании Орлы, вы уже чувствуете, да? Что что-то нетипичное Что сегодня не как всегда Называется Доки Доки Двойные реальности, ребята Как двойные стандарты Так, я не пойму Это чья-то рука Я подумал, это рисунок хуя На доске Слушай, сейчас Новый Год Всех поздравляю с наступающим Или наступившим Ау, или вы смотрите Это видео уже там 31-й Или 1-й Или хзк, да? Я его снимаю, конечно, задолго до Но, тем не менее В общем, я дедушка Мороз Бородач пиздатый Всем привет, орлы Разъеби лайк за то, что я, ребят, потратил деньги на то, чтобы это купить Чтобы вы лайки ставили То есть это все не просто так, ребят Не просто так все Это было задумано Собственно, сегодня новый мод Потому что хочется мне чего-то свежего Мне нужен свежак Новая игра Черт возьми Я не очень уверен на чумот Он полностью на английском Но когда это нам мешало Слушай, я буду играть скоро в игру на китайском Как буду играть, я не знаю, ребят Но играть буду И вам понравится Пожалуйста, вставьте свое имя Так, что мне вставить? Я встав... Хуй! Хуй тебе Наконец-то мое маленькое задание выполнено А задание было разъебать кнопку лайка перед Новым Годом Сделай подарки Евгену Я закончил диалог, который я давал Монике Она, наверное, ждет меня Меня не было несколько недель с последнего раза Когда мы ебались Я сжимаю свою мышку в своей руке И перевожу ее на иконку Моей модифицированной версии Доцки-доцки Ошибка Возвращение игрового имени? Ха Надеюсь, я ничего не сломал Со всеми этими модификациями ДДЛЦ Становится очень нестабильной Как тебя... Как зовут протагониста? Его зовут... Господи Его будут звать Пупитор Пупитор Моника, я вернулся! Хуй! Это ты? Постой Давай-ка я подготовлю для тебя сценку Слушайте, мод по какой-то странной О! Шкила! Ты наконец-то вернулся Как давно ты программировал этот диалог Я начинала очень сильно о тебе беспокоиться Ты, наверное, писал потрясающие вещи Тебе не нужно проводить столько времени Занимаясь этим Ты знаешь об этом Займись уже собой Помойся Побрей волосы вокруг своего писюна Да все нормально, Моника Для некоторых из нас Правильная реальность Это та, где ты одинок И все такое Я провел много времени Занимаясь диалогами в этот раз Потому что Я собираюсь совершить прорыв Я вся внимание, мистер программистер Не мешай мне Потому что я не запрогламировал Все эти взаимодействия Сорян Все нормально Я просто возбудилась Но да Я сдался над ошибками Над попытками создать персонажа Из файла Пупитор Если мне удастся Это черная магия Мне не понадобятся программы Чтобы программировать действия Все время Но Это практически невозможно Подобраться так близко К уровню интеллекта Других девочек Я думаю, что Программировать кинотеатр Для тебя На этих выходных Будет просто Но Выходных? В последний раз был понедельник Ты что Серьезно всю неделю Программировал это? На самом деле Я потратил две недели Программируя это Но я не хотел говорить И сколько я В последнее время работал Так как текста Я не подготовил У меня не было времени Наверное Я просто подожду Пока она закончит Поэтому Было чувство Что времени прошло Так много Вау Ты так погружен В то, чтобы Скрасить мое времяпрепровождение Здесь Спасибо опять Хуй Моника такая милая Моника молчит 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 И говорит Ты же не запрограммировал Тут особо Каких-либо взаимодействий Со мной Ну пожалуйста Продолжай Ладно Так Будем делать то Что я запланировал Не могу дождаться Кого вижу ее реакцию Черт возьми А что же ты ей готовишь? Мне интересно Что готовит ей сейчас Ну Главный герой За которого я играю Я хотел запрограммировать Кинотеатр Чтобы мы сходили Ну В него На выходных Но Я нашел что-то даже лучше Как я тебе и сказал Моника Мой дядька Бриллиантовый Компьютерный Ученый Перед тем Как он умер Год назад Мой папка Оставил вчера Мой папка Оставил меня вчера И я проводил Каждый час Балуясь С одним из Оставшихся образцов Моего дяди Он на самом деле Планировал Выкинуть его И это бы Ухудшило мое положение Потому что Это изобретение Помогло бы Сделать тебя Реальной Твою мать Моника В реальном мире Ребят Вы представляете Это пиздец будет Сейчас Это ад С этой машиной Если я ее кончу Я смогу Проецировать себя Моего Истинного себя В эту реальность И это уже Ебануться можно Супер виртуальная реальность Не спрашивай Как она работает Потому что Я тебе никогда Не расскажу Но Становится даже лучше Потому что Эта компьютерная игра Такая реалистичная Что я смогу Воссоздать машину Здесь И позволю тебе Проходить в мою реальность Через виртуальную реальность Внутри виртуальной реальности То есть Это Это как было Сон Внутри сна Короче Реонардо Ди Каприо Получающий Оскар внутри сна В котором Он забирается В душу Мертвого коня Вот Все Все ребят Я рассказал Оскар мне Можно пожалуйста Ди Каприо Поделись-ка Оскаром Кстати Когда следующий фильм С Ди Каприо выйдет Слушай Надо проверить Это важно Слушай Это ад Ди Каприо Просто Монстр Столько фильмов С ним должно выйти В ближайшее время Я сейчас тебе расскажу Смотри Однажды в Голливуде В 2019 И Когда это выйдет Я хочу знать Дату релиза Мне Там Марго Робби Он с ней по-моему Уже Что-то мутил Дьявол в первом городе Наследие секреты Рузвель Темные дела На Норт Гэнсон стрит Убийца Лунного цветка Черная рука Господи Ребят Столько фильмов И все это С моим любимым Ди Каприо Его не было В кино Уже получается С 2015 То есть Тогда вышел Выживший Или 2016 Где-то так И По-моему Он там в январе выходил Поэтому я вот не уверен И Смотри Получается Три года не было Его в кино Слушаю Чувак просто прям пропал Интересно Вот когда эти фильмы Уже выйдут И Потому что даты релиза У них нету Я прям жду Следующий фильм С Ди Каприо Я пойду в кинотеатр Ребята Я возьму смазку И буду фапать На Ди Каприо Так И я позволю тебе Так Ну это мы уже разобрались С этим Сном внутри сна Ты все еще в курсе Моника Ты сможешь жить В моем компьютере В моем мире И в то же самое время Я буду бесконечно Возбужден Пока буду таращаться На свой экран С хуем в руках И мне будет тяжело Сдерживать себя Кстати Половина того Что я сейчас сказал Действительно написана на экране Забавно Как легко Пупитер Рассказывает эти истории Из-за меня Потому что Если бы я был Тем кто говорил Я бы и слова Сказать не мог Я бы просто выражал Экстремальные эмоции Я хочу обнять Монику Прям ща Аааааа Саша Ты и я Мы будем вместе В твоей реальности Как вообще такое может быть Из тех людей Которые Эээээээ Видели меня Наверное Я самая счастливая Я Я Ой, господи, ты не знаешь, как я благодарна. Я не могу дождаться, когда увижу истинного тебя во всей красе. А-а-а, Саша. Чувак, мне это нужно все обдумать. Постойно называй меня чуваком. Что, реально? Ты серьезно, да? У меня не имеется намного больше, чего сказать тебе, к сожалению. Но я могу сказать тебе, что ты скоро услышишь обо мне. От реального мя. Будь готова, Моника. Я закрываю игру на Альт-Ф4 сейчас. Увидимся скоро, мистер президент. А, увидимся скоро, мисс президент. Да. Что-то она так разговаривает, ребята, что прямо я напрягаюсь. Фу. Так, вроде прошло хорошо. Я уверен, что я сказал ей все, что ей надо было знать. Нет, слушай, вот теперь сценарий начинает ставиться интереснее. Первые как-то пять минут вот они отталкивают, ребят. Но их надо пережить, понимаете? Ставь лайк, если пережил первые пять минут. Я не знаю, может их вырежу в монтаже. И вы их вообще не видели. Потому что, ну серьезно, первые пять минут в игре здесь. Они какие-то, не знаю, какие-то тут унылые, прям стрёмные. А хочется, чтобы было весело и интересно. Я типа рашнул интродукционную речь. И Моника, наверное, была перевозбуждена. Я не могу представить, через что она сейчас проходит. Я думаю, она проходит через пубертат. Я интересуюсь, могла ли бы она представить то, через что я прохожу прямо сейчас. Чувак, мне должен перевозить. Прямо, знаешь, очень заметно, как вот этот чувак. Ну, видно, что Моника разговаривает в стиле автора мода, который просто управляет все эти слова. Типа чувак там, ну и так далее. То есть, все это очень так сильно бросается в глаза, что, ну, что тут можно сказать. Да, в принципе, говорить ничего не надо. Можно просто присесть на унитазик и сделать свое черное дело. Даже после работы над этим проектом в течение недели, я все еще не могу обработать то, что будет происходить. Я отдыхаю свои руки на своем кресле и смотрю на свой экран вверх. Стена получает привилегию, и я на нее туращусь. Недавно я разобрался в своей кимноте и создал пространство для многих голубых отпечатков изобретений своего дядьки. Не могу поверить, что он никогда не кончал на эти изобретения. Не могу поверить, что я никогда не знал о их существовании. И теперь, вот я здесь, 17-летний задрот. Стою в трех сантиметрах выше, чем сможет стоять Юрия. И я собираюсь делать невозможное в отсутствие моего батьки. И мне никто не помогает, кроме моих собственных грязных мыслишек. Это изменится. У меня, наконец-то, будут друзья. Они уже чувствуют... Я уже чувствую, что они мои лучшие друзья, даже несмотря на то, что я никогда не зырил на них в реале. Слушай. Но получить их доступ в сюжет будет проще, чем когда-либо. Я пытаюсь успокоить своего орла. Но эти попытки тщетны. Хм... Я должен перестать контемплировать и, наконец-то, кончить эту штуку. Чтобы мои фантазии стали реальностью. Фантазии, как я понимаю, в характера эротического, конечно же. Я встаю и делаю разворот. Я растягиваюсь и тяну... и... Не покидаю... Потому что я до этого не покидал свое крисло целых 4 часа. И не пиздил при этом. Ночь падает в час. И мне нужно... И у меня имеется школа и домашка. Которую надо сделать завтра. Мне похуй. Если школа... Если бы только школа знала, что я делаю в свое свободное время. То есть, занимаюсь мастурбацией. Я подхожу к машине. Она еле вмещается через дверь, когда я проношу ее сюда. Она огромная. Металлическая коробка. С всякими сортами. Проводков. И розетками. С которыми я... Ну... Маюсь. Самое важное, тем не менее. Это что... К ней присоединен латексный костюм. С... Доброй южиной кобельков. Эээ... Следуя плану моего дядьки. Ебанутого. Юзер может транспортировать себя самого. В любом подходящем... Эээ... Продвинутой реальности. В любой подходящей продвинутой реальности. Ну короче, вы поняли. Че я расшовываю и все поднятить. Раз, вы все же понимаете. Вы у меня умница. Ребята, всех поздравляю в десятый раз. С новым две тысячи миллионным годом. Ребят, всех люблю. Ээ... С новым годом поздравляет вас мой... Ээ... Внутренний Дед Мороз. Так, хорошо. Эээ... Как та самая Мониками и мечтает. Как команда Сальвато придумала тот мир. И эти продвинутые искусственные интеллекты. Потом время. Ээ... В том симуляторе свиданий. То есть игра, конечно, огонь. Но у меня есть такое чувство, Что они могли бы изменить целый мир своим программированием. Возможно, Ээ... Другой легендарный дядька Ээ... Что-то мне подсказывает, Что... Как эта машина... Продвинутый мир и... Искусственный интеллект изменят мир. В скором времени. И... Я прочел тонну историю о том, Как искусственный интеллект кончает на человечество. Типа терминатора, который там расплавился. И нового терминатора, который что-то не зашел. И... Походу продолжать перезапуск не будут. Какие хорошие вещи произошли. Я почти кончил. Я подбираю некоторый инструмент. И... Работаю с проводками. Угу. Так, в общем, что-то происходит уже, ребята. Прямо сейчас. Что-то творится. Ммм... Я... Я... Мы... Те же звуки, что я, кстати, издаю, Когда сажусь на... В комнату размышления, ребята. А какие звуки вы издаете? В комнате мыслителя. Я спал ужасно. Я уже чувствую, как... Иду обратно в кровать. Я встаю вверх и стучу... По... Стакану с водой. Круто. Я не знаю, зачем стучать с утра по стакану с водой, но это не важно. Автор мода считает, что это правильно. Давайте постучим, что ли. Я постучал. Будем считать, что сейчас утро, хотя сейчас ночь. К моему везению я забыл наполнить его. В первую очередь, и все это часть бывания мной. Также известная как НЕЕТ. Это бывная дни о Саюре. Я прихожу в свои чувства. Некая музыка. Почему же я себя так ненавижу? Когда я закончил инвестировать в свою собственную жизнь. С маленьким кусочком помощи от моего дядьки, конечно. Какой безумный мужик. И хотел бы я знать мужика лучше. Я сегодня остаюсь дома. Школа? Это не что-то важное, когда ты собираешься писать историю. Я надеваю свою казуальную одежду и ем быстрый завтрак. Тем не менее, я спал меньше, чем 6 часов. И чувствую себя лучше, чем... У меня, кстати, такое было. Я как-то спал 6 часов, проснулся и чувствовал себя просто огонь. Просто, просто как... Брюса Ли в лучшие годы. Это напоминает меня о Сайорке. Мои план спрограммировать материалы для VR-системы в DDLC мир. Так, чтобы я мог построить 4 машины здесь. 4 я привезу девочек, других девочек назад. Как же я себе представлю, что они подумают о Монике. Что Моника подумает обо мне. Представьте, вот ты занесешь себя в этот VR-мир, как бы, и ты Монике не понравишься, и она тебя тупо дезинтегрирует. И ты вообще умрешь, у тебя мозг расплавится, у тебя там ядерная боеголовка взорвется, там кинчанер насрет тебе в голову. И что ты будешь делать? Я побежал через все возможные выводы и дважды проверил все фичи машины, головной установки и костюмчика. DDLC, хайперреалистик и я должны справиться и выжить в это, пройдя через все это. Будет охонь. Я не тестировал машину все еще, но если следовать моим калькуляциям, вещи должны сработать нормас. Достаточно времени потрачено. Я надеваю полный телесный костюм настолько аккуратно и быстро, насколько я вообще умею. Эти два не сочетаются. Ай, пихуй. Сейчас костюмчик одену и полетим. Я захожу в машину и кладу самого себя мягко на мою кровать в костюме. Постойте минуту. Продеток неправильный. Мне нужно запустить компьютер вначале. Все еще в костюме. Я запускаю DDLC и подключаю свой ПК к машине. Костюм сидит на мне плотно и мне в нем тяжело идти. Но снимать его это еще тот хаморой. Я проверяю карман. У меня есть программируемые заметки и USB палка, которую я использую внутри доцки-доцки. Я реально прям готов. Я подумал, я все продумал. Пупитер будет спать целый день в своей комнате и он не будет мне мешать никоим образом. Я запускаю сохранение и запускаю классную комнату. Я ввожу пару команд и настраиваю таймер на час. Перед тем, как начнется клуб. На день два. Я могу лишь представить, как запутанно будет Моникова. Особенно, когда я введу последнюю команду. Моника никогда не замечала, что я кладу остальных девочек в зад. Когда я начинал модифицировать мир для нее. И теперь я реактивировал их. Они, наверное, побегут в школу в скорости. Расстраиваясь и думая, почему же они так долго спали. Пора встретить моих друзей. Я кладу себя на кровать и закрываю глаза. Я нажимаю кнопку на своем пульте управления компьютером-контроллером. И теперь я чувствую, как все происходит. Исторические книги. Вот и я. То есть сейчас, получается, я перенесусь в мир игры Доки Доки. Это пиздец. Такого мода еще не было. Разъеби кнопку лайка. Вот вообще. Разъеби кнопку лайка, если бы хотел так перенестись в мир Доки Доки. Ребята, вообще, как вам идея? Вот вы бы хотелись перенестись в мир Доки Доки на Новый Год, как подарок от Санта Деда Клауса Мороза. Ладно, прохладно. Пошли. Го вперед. Ууу, монитор. И тьма. Что-то происходит. Что-то еще происходит. Некая рисовка. Это, видимо, я. То есть мой главный герой лежит в кровати. А это Моника. Я узнаю ее силуэт везде. Тишина. Все давит и давит на меня. Так, так. Что-то тишина давит и давит. Слушай. А! Я открываю рот. Я оглядываюсь и трогаю стул. О, мой бог. Я кричу так, что мои легкие вылетают наружу. Я не могу себе помочь. К счастью, этот мир на самом деле не имеет студентов или учителей, которые будут тебя бесить в клубной комнате. Ой, как повезло. Мне нужно собрать себя силами. Потому что, когда девочки войдут сюда, мне нужно быть эмоционально сильным. Я, в общем, я сел себя, посадил себя на стол в углу классной комнаты. Это тот, на котором Юрий обычно сидит. И, учитывая то, что я знаю по игре, стул идеализирован. Он фото... И... На нем сидит фантастическая девочка Манго. И я ее собираюсь встретить. Слеза радости катится по моей щеке. Я укалываю себя иглой, чтобы убедиться, что я не сплю. Я конклудирую, что я, по факту, не дремлю. И вот я тут сижу. Странный какой-то задрот. В обычной одежде. Домашних тапках и стингах. Обтягивающих черных трусах. Такие, которые я обычно ношу. Внутри симулятора свидания. Нет, постой. Доки-доки это не симулятор свиданий. Наверное. Мне так кажется. Если мои одноклусники знали бы, чем я тут занимаюсь. Они бы просто ненавидели меня. И писали мне гневные комментарии в интернетиках. Классная комната выглядит практически так же, как спрайт из игры. Но только то, что это не спрайт. Я трогаю стул и могу его подвигать. Могу им окно разбить. Я даже не чувствую разницы между реальной жизнью и вот этой херней. Сделать бы мне себя полезным. Я готовлю очень многое. Но даже не думал о том, что сказать бабам. Я собираюсь показать вам, что я знаю о том, что произойдет. Я должен доказать правду об этой реальности. Я собираюсь записать вниз поэму Нацуки Юрия. Которую они принесут. Я должен быть очень сильный интроверт. Потому что помню эти поэмы наизусть. Поэмы потрясающий способ выразить. Ту конфронтацию, которая происходит у меня в Москву. Писатели поэм, которые я скопировал, скоро встретят реальность. Мечта фаната. Постойте. Что это за звук? Ты смог это сделать? МОНИКА! Ох, это встреча. Я бегу, чтобы обнять ее. Она протягивает свои руки и обнимает меня в зад. Мы держим друг друга в самых плотных объятиях, которые я когда-либо мог представить. Да добро пожаловать в мою реальность, хуй. Господи, ты смог это сделать? Ты крэйзи, хуй. Крэйзи и фантастик. Я немножечко плачу и всхлипываю. Из носа козявки вылетели. Я просто хочу обнимать девку, которую я хочу. Девку, которую я обожаю. Твою мать! Просто пару недель назад я думал об этих отношениях с фикционным персонажем, как будто это ебантропство. В первом сценарии, который я запрограммировал для нее, у нас был разговор о абсурдности ситуации. И с тех пор мы просто были друганами, братками. Мы решили, что это крэйзи, чтобы она любила кого-то, кто не может ее увидеть. Если даже я не смогу встретить ее однажды. Твою мать! Просратый шанс меня больше всего напрягал. Но приятно, чтобы мы просто были друзьями и относительно остальных доки. Я пожертвовал всем, чтобы принять это решение и вернуть остальных доки. Но я в итоге получился самым крутым пацаном. Теперь же я должен сказать Монике насчет всего Моника. Она тоже плачет, Моника. О, господи! Я должен у себя укусить! Это на самом деле происходит? Я не смог кончить на свое предложение, потому что это был первый раз. Очень длинный, длинный. И я начал захлебываться в своих соплях. Тихо! Я здесь! Ты держишь меня! А! 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 А, слушай, почему у меня лобковый волос во рту? Я сейчас что-то достал. У меня какой-то лобковый волос во рту. А, это ноготь! Господи, это кусок ногтем. Оказалось, у меня лобковый волос во рту. Вопрос был бы, откуда он взялся. Не от Сашки же. В такой ситуации поможет только вода. Святой источник, которую я употребляю каждый день. Господи, вот представьте, я бы сейчас просто открыл... Слушай, вот у меня идея пришла недавно. Я просто вот взять, типа, завезли воду. Или, типа, самая топовая реклама на ютубе. Я такой открываю чемодан, там просто куча воды. Просто куча святого источника. Такие огромные бутылки. И, типа, я открываю чемодан и распаковываю... Распаковываю их. Слушай, это была бы адская ржака. Я плачу за спиной Моники. И я... Тот, кто кончает на то, чтобы спасти ее от ее депрессивной реальности. Или все наоборот. Я должен и тем, кто встает напротив нее и говорит ей, что это всю реальность. Из всех миллион Моник, я имею тебя, истинного спасителя. Хуй. Я так благодарна. Нет. Это тебе спасибо за то, что была со мной все эти месяцы. Я... Я сделал свой долг. И кому-то повезло больше, а кому-то нет. О, хуй. Мы стоим в тишине некоторое время. Я надеялся, что смог бы обнять ее, обнимать ее вечно. Но я знаю, что мне придется просто, ну, смириться с тем, что происходит. Она даже не знает об остальных. Мне нужно быть сильным и проинформировать ее. Прямо сейчас. Что же будет, когда узнает, что остальные девки сейчас появятся? Она просто офигеет, наверное. Я собираю всю свою храбрость, чтобы открыть мой рот. Опять, релизя ее и укрепляя себя. Моника держит свои руки на моих плечах и таращится на меня этими потрясающими глазами своими. Они не спрайты, которые ограничены в видении. Ее глаза, они потрясающие. Потрясающие, неописуемые моргала, практически как маленькие небулофликеры в углах ее глаз. Моника, это безумие, конечно, но мне нужно сказать тебе что-то важное прямо сейчас. Да что угодно. Ну, я не знаю, как тебе это сказать, но... Давай, тяни время, хуй. У нас есть все время в мире, в этой реальности. Нет, мы... Постой. Ты понимаешь, что... Что я отвечаю... Что ты отвечаешь за все чувства в этой безумной технологии, да? Нужно делать хорошие дела и все такое. Да, конечно, и ты герой, потому что то, что ты делаешь, это героически. Да, я привел сюда и других. Они только что проснулись и, наверное, сейчас в школу бегут. Других девочек, то есть. Пожалуйста, пойми меня правильно, Моника. Это можно оправдать, я... Но... Постой. Нацуки пришла и остальные девочки. Но... Если... Мы скажем учителям эту глупую историю, мы... Эй, это же Моника. А кто твой друг? Добро пожаловать в литературный клуб. Человик. Слова зазвучали в моей голове. Я таращился на трех новоприбывших. Они были такими реальными. Я чувствовал их присутствие. Они реально здесь! А что будет дальше, ребята, вы узнаете в следующей серии. Серия, может, что-то короче получилась, чем обычно. Но вот такая серия. И вот интересно, что же будет дальше? Необычный мод. Я не знаю, понравится он вам или нет. По-моему, ну, он такой странный немножко. Но, тем не менее, попробовать его я хотел. Хоть какое-то разнообразие. Другие моды я, естественно, продолжу проходить. Не ссыте в трусы. То есть, не бойтесь. В общем, всем пока, ребята. Всех люблю. Вы классные. До следующего мода. Держите сердце Евгуна. Всем пока. Всех люблю. И до скорой встречи, ребята. Бананчик что-то хочу съесть. Бананчиков нет. Чего? Субтитры сделал DimaTorzok